Дорогие братья, помилостив Всевышний Аллаху Субханного Та'Аля, за эту последнюю неделю были такие некоторые случаи. Некоторые случаи были, о которых хотелось бы рассказать, после которых переживаешь, что такое происходит, мусульмане до такого доходят. И хотелось бы сделать сегодняшнее напоминание нам всем, в первую очередь самому себе и всем нам напоминание, что все это пройдет, все это не вечно. И то, что основная цель какая у мусульмана? Мы живем, кушаем, просыпаемся, работаем. Но основная цель у каждого верующего это получить довольствие Всевышнего Аллаха Субханного Та'Аля. Довольствие Аллаха Субханного Та'Аля, чтобы со своими семьями зайти в жанна, правильно? Чтобы спастись от наказания огня, от жанна, от наказания могилы. И вот сегодня через Кур'ан, через аяты Кур'ана хотелось бы напомнить, предостережить всех нас, еще раз напомнить о судном дне. Потому что в исламе, в шариате знания делятся. Есть ахлякият, джуз ахлякият, то есть вещи, которые говорили о нраве, о качестве, то есть о качестве нрава человека верующего. Об этом мы в прошлой проповеди, две проповеди говорили. Есть там фиқ, объясняется, ақида, также разные там кыса с истории, сира пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассалям. И также джуз, это что? Это то, что ахира, яуму аль-қияма. Если почитать Кур'ан, то Аллах Субханного Та'Аля в каждой суре напоминает нам об этом, предостерегает нас от этого. И посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, пришел именно с этим, то, что он был назир, он тот, кто предостерегал, он кто-то увешевателем был, салаллаху алейху ассалям. Аллах в Кур'ане говорит, Напоминает, поистине напоминание, помогает верующим. И хотелось именно сегодняшнее это напоминание сделать через Кур'ан. Вот вчера посмотрел на телефон 4-5 пропущенных звонков. Потом я перезвонил человек, задаю такой вопрос. Один человек проиграл деньги в карты. Является ли он должником? Я говорю, нет, он должником не является. Он должен сделать таба, попросить у Аллаха покаяния, не возвращаться к этому греху. Я говорю, как, вот здесь же такое в хадисе, в Кур'ане, то, что человек, если обещал, он должен сделать. Я говорю, изначально договор, батль, изначально нулевой, которому нету веса, он не должен ему, чтобы ему что-то отдавать. А вот один Аллах сказал, что он должен отдать. Я говорю, ну, суханаллах. Как Аллах в пророку, салаллаху ассалям, сказал, на тебе только донести. Аллах, кого пожелает, ведет, прямым путем, кого пожелает, заблуждает. Другой случай тоже, салаллаху ассалям, очень болезненный. Субханаллах, вчера это было днем. Один человек рассказал, до сих пор об этом думаешь. В одной квартире живут, там, братья приехали работать с одной стороны Азии. В одной комнате живет один мусульманин, аль-хамду лля, мужчина. Во второй другой мусульманин. В третьей мусульманин со своей семьей, женой, детьми, пока его нету, пока он на работе, тот, так называемый мусульманин, взаимоделый с его женой. Он говорит, я обязан ли рассказать об этом? Я говорю, конечно, ты обязан. Мы вместе с ним молимся. А этот, кто с его женой делает зина, он его родственник даже. До чего докатили, субханаллах, веру в человек, который себя считает мусульманином? Это не присуще даже джагилю. Даже, субханаллах, неверующему человеку не присущи такие качества, ста ваше. Есть адапт, есть ахляк, мораль. Верующий человек, который себя считает мусульманином. Ла-и-ляхи-ллах, говорит, как он до этого? И вот это меня подтолкнуло, чтобы напомнить еще раз нам, что, субханаллах, это не все не вечно. И расчет в суровый день воскресения, в судный день перед Всевышним Аллахом, субханаллах, и через Кур'ан. Аллах в Кур'ане говорит в последнем айсе сурат, Напоминай посредством Кур'анам тех, кто боится встречи в судный день с Аллахом, субханаллах, кто боится расчета, кто верит в судный день. И люди, Аллах нам говорит в Кур'ане, касательно Кур'ана бывает четырех видов. Пускай первый вид, скажите аминь, пускай Аллах нас делает из них. Аллах говорит, это те, которые читают аяты Кур'ана ночью в намазах, в тахаджудах, и делают поклонение сажда. Второй вид людей по отношению к Кур'ану, это те, которые каждый день вырт, сколько ты читаешь из Кур'ана, страничку, две странички, полстранички. Аллах в Кур'ане говорит, И читайте, что сможете из него, из Кур'ана. То есть какой-то вырт, сколько-то. Третий вид людей, это те, которые не могут читать Кур'ан, но они любят слушать Кур'ан, и любят находиться с ахлами Кур'ана, с теми, кто читает Кур'ан, и слушают, сами не могут читать. Аллах в Кур'ане говорит, Когда читается Кур'ан, прислушивайтесь к нему, может быть, Аллах смилуется над вами. И такой случай был один, иль Машаих в Саудии рассказывал, то, что один бедуинец в Медине, один старик не мог читать, но он любил слушать. И заходил в мечеть, в мечеть пророка Мухаммада, и садился с теми, кто читал Кур'ан, и слушал. Почитай мне Кур'ан, почитай мне Кур'ан. И в один раз, когда он пришел в мечеть послушать Кур'ан, тот, кто читал ему, прошел до аяты сажда, где нужно сделать сажда. Сделали сажда. Тот, кто читал, встал, земного поклона сажда, а тот, кто слушал, уже не встал. Аллах забрал его души в сажда. Аллах поэтому говорит, может быть, Аллах к вам смилуется, к нему Аллах смилуется. И четвертый вид из тех людей, которые по отношению к Кур'ана, скажите Амин, пускай Аллах нас не сделает из этих людей, где Аллах в Кур'ане, в сурат Аль-Фуркан, говорит, «Ва каляр-расулу, работе, о телефоне, о семье, и погрузиться вот в этот, то, что нас всех ждет в день судного дня, и задуматься чуть-чуть об этом». Поистине, я уповая на Всевышнего Аллаха, Субханава Та'Аля, Господа вашего и нашего Аллаха, Субханава Та'Аля, нет ни одного живого существа, которого бы он не жирал, захохал. Поистине, мой Господь на прямом пути. Я свидетельствую, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Субханава Та'Аля, что Мухаммад, Субханава Та'Аля, является рабом и посланником Аллаха, Субханава Та'Аля. Аллах, Субханава Та'Аля, говорит, когда настанет этот день, и описывает его. В одном аяте Аллах, Субханава Та'Аля, говорит, в тот день, когда настанет час судного дня, приверженницы лжи окажутся в убытке. В этот день все общины будут объяты ужасом, дорогие братья. Аллах в Коране говорит, ты увидишь все общины коленопреклоненными, то есть на коленах буду стоять. каждую общину призовут к ее писанию. Иудеев, которые были во время Муса, алейсалям, к Таурату, христиан, которые были во время алейсалям, к Инджилю, умматы Мухаммада, саллассу на Курану. Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали. Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали. Поэтому обращаемся к тому человеку, который деньги проиграл в карты, который, астагфоролазина, делает, ходит. Тебе воздастся за то, что ты совершил. Спеши просить у Аллаха, Субхану Таля, покаяния. Тауба просил Аллаха, Субхану Таля. Аллах в Куране также описывает и говорит يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن يا أيها او ה люди обращение ко всем людям не только к мусульманам ко всем людям о люди يا أيها бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня когда родитель отец мать никак не защитит своего ребенка а ребенок своего родителя обещание Аллаха истинно и пусть не обольщает вас мирская жизнь пусть не обманывает вас эта дунья и пусть соблазнитель шайтан не обольщает вас относительно Аллаха. Также позвольте напомнить, дорогие братья, судный день у него есть в Куране около 20 названий. Одно из названий судного дня – день выхода. Яумуль-хуруч. Аллах в Куране говорит Яума ясма'уна ссайхата бил хақу Дәлика яумуль-хуруч. В тот день они услышат, все люди, все услышат звук истины. Это день выхода из могил. Яумуль-хуруч. Второй день развлечения. Яумуль-фасль. Хада яумуль-фасль. Джаманакум ал-авалин. Вот день развлечения. Мы собрали вас из тех, и мы собрали вас и тех, кто был прежде до вас. День воздаяния. Яумуд-дин. Откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой. И власть в тот день будет принадлежать Аллаху. День печали. Яумуль-хасра. Предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято. Но они проявляют беспечность и не веруют. День угрозы. Яумуль-ва'ид. И падают в рог. Это день угрозы, говорит Всевышний Аллах. День собрания. Яумуль-джамع. День собрания. День собрания. Так мы внушили тебе, о Мухаммад, в откровение Кур'ан на арабском языке, чтобы ты предостерегал мать селений, умуль-кура, жители Мекки, то есть, и тех, кто вокруг нее и предостерегал, и предостерегал дня собрания, в котором нет сомнения. Одна часть людей окажется в раю, а другая часть окажется в пламени, в джахнам. День приближения. Яумуль-Азифа. Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца поступят в горло, сердца поступят в горло, и они будут опечалены. День встречи. Яумуль-талак. 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 Он обладает возвышенными качествами, Аллах Субхануа Та'аля, и владеет троном, аршем. Он не спосылает дух откровения со своими велениями, теми своих рабов, кому пожелает, чтобы предупредить о дне встречи, в тот день, когда они появятся на поверхности земли после воскрешения, после Яумын-Киямы, когда встану перед Всевышним Аллахом, ничто о них не скроется от Аллаха. Кому же принадлежит власть сегодня, Аллаху воскрешен? Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху, единственному, всемогущему. Ибн Аббас, рада Аллаху Айнху, сказал, почему же называется этот Яумын-Таляк, день встречи? Тафсир Ибн Аббаса, в этот день Адам встретится со всем своим потомством. Тогда Ибн Зейд сказал, в этот день встретятся рабы Всевышнего Аллаха. Все рабы встретятся в судный день, поэтому называется день Таляк, встречи. Сказал, что в этот день обитатели земли встречаются с обитателями небес, поэтому называется день встречи. Также творец со своими творениями. Халик, субхану ва-та'але, махлюкати. Маймун ибн Махран сказал, что в этот день мазлюм, притесненный, встретится с притеснителем. И также сказали, что в этот день каждый человек встречается со своими делами, как с благими, так и с греховными. Это день обращения друг к другу с призывами. Аллах в Коране говорит, «О мой народ, я боюсь наступления для вас того дня, когда они будут взывать к другим». «В тот день вы обратитесь спять, но никто не защитит вас от Аллаха. Кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника», сказал Всевышний Аллах, субхану ва-та'але. Судный день назван так, потому что в этот день раздается множество разных призывов и обращений. Человека призывают по его имени, для расчета и воздаяния. Обитатели рая обращаются к обитателям огня, обитатели огня обращаются к обитателям рая, а те, кто пребывает между раем и огнем, обращаются и к тем, и к другим. Также Аллах сказал, что это день взаимного обделения. В тот день Он соберет вас для дня сбора. Это будет день взаимного обделения. Дорогие братья, представьте, какой ужас охватит в этот день, когда наступит Аллах в Коране говорит, Великое бедствие. Великое бедствие. Что тебе дано знать? Что такое великое бедствие? Также Всевышний Аллах сказал, когда же раздаться? Оглушительный глаз. Когда же наступит величайшее бедствие? Это все день, судный день. Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем Дня Воскресения? Всевышний Аллах, когда случится невратимое событие, Никто не сочтет его наступление ложью. Оно унижает и возвышает. То есть в этот судный день некоторые будут возвышены, некоторые будут унижены. Также Аллах в Коране говорит, Неминуемое. Что такое неминуемое? Откуда ты мог знать, что такое неминуемое? То есть день, судный день, День Воскресения. Ибн Кафир, Рахмин Аллах, сказал, что день Воскресения назван неминуемым, потому что Фиги ваидун вааид, потому что в этот день есть обещание блага и обещание мучительного наказания. И горе будет тому человеку, который погряз в грехах, который не верил в судный день и потом внезапно был схвачен Аллахом, субхану ва-та-Аля. Аллах в Коране говорит в сурат из-Зумар или чтобы не пришлось ему говорить человеку в судный день, когда он увидит мучение, если бы у меня была еще одна возможность, то я стал бы одним из творящих добро. Аллах ва-та-Аля предостерегает нас, чтобы не было такого, чтобы не случилось так человеком. О, нет! К тебе явились мои знамения, но ты счел их ложью, возгордился и был одним из неверующих. В день воскресенья, в судный день, ты увидишь тех, которые возводили ложь на вет на Аллаху, субхану ва-та-Аля, с почерневшими лицами. Разве не в джаханнаме, разве не в гиене, не в огне обители возгордившихся? Аллах спасет богобоязненных, и они обретут успех. Зло не коснется их, и они не будут опечалены. Аллах творец всякой вещи. Он попечитель, хранитель всякой вещи. Ему принадлежат ключи небес и земли, а те, которые не веруют в знамения Аллаха, субхану ва-та-Аля, являются потерпевшими убыток. Скажи, неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-либо другому вместо Аллаха, о невежды, о джахиле? Тебе и твоим пришественникам уже было внушено, если ты станешь приобщать сотоварищи, то тщательным, то счетным будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. БАЛИЛЛАХА ФААБУДВАКУМ МИНА СЩАКИРИН Поклоняйся жадному Аллаху и будь в числе благодарных. ВАМА КАДАРУЛЛАХА ХАККА КАДРИХ ВАЛАРДУ ЖАМИАН КАБАДАТУХУ ЯУМАЛКИЯМА ВАССАМАВАТУ МАТУИЯТУМ БИЯМИНИХ СУБХАНАХУ ВАТААЛАЯ АММА ЮШРИКУН «Не ценили они Аллаха должным образом». Тот, кто совершал грехи, забыл в это время об Аллахе, не ценил Аллаха. А ведь вся земля в день воскресенья будет всего лишь пригорчней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Преславен Он и превыше Он того, что они приобщают к Нему сотоварищи. «ВАНУФИХАФИ ССУРУ ФАСАИКА МАНФИ ССАМАВАТИ ВАМАНФИ ЛАРДУ ИЛЛА МАНШАААЛЛАХ СУММАНУФИХАФИХИ УХРАФА ИЗАХУМ КИЯМУ ИНЯНЗУРУН Ну, падует в рог, в сур, и тогда будут поражены те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее падует еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть. Первый раз дунут рог, все умертвится, второй раз уже все встанут из могил. Этот день, братья, будет ужасный, разрушительный. Услышав его, человек не успеет ничего завещать и не сможет вернуться к своей семье, к своим друзьям. МАЯНЗУРУНА ИЛЛА САЙХАТАУ ВАХИДА ТАХУДУХУМ ВАХУМ ЯХИССИМУН Им нечего ожидать, кроме одного только глаза, который поразит их тогда, когда они будут препираться, говорит Священ Аллах Субхану ВАТААЛА. ФАЛА ЯСТАТИЮУНА ТАУСИЯТАУ ВАЛА ИЛА АХЛИХИМ ЯРУДИЮУН Они не смогут ни оставить завещание, ни вернуться к своим семьям. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف تقول يا رسول الله قال 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 حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله ربنا Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, как я могу наслаждаться жизнью, как я могу наслаждаться жизнью, когда тот, кто держит в своих руках рог, уже поднес его к рту и прислушивается, ожидая веления, по которым он протрубит в него. Ждет только приказа Аллаха, سبحانه وتعالى. مусульмане спросили, и что нам говорить? О, посланник Аллаха, что же нам делать? Что нам говорить? Он сказал, салаллаху алейхи вассалям, говорите, достаточно нам Аллаха, حسبنا الله, достаточно нам Аллаха, ونعم الوكيل и прекрасный он покровитель. ربنا Ответ к какому писал, пророку салаллаху алейхи вассалям, мы говорим, где люди, в съемной день, Субтитры создавал DimaTorzok Когда настанет час этот, два человека, расстеливших кусок ткани, не успеют ни продать его, ни купить, ни свернуть. И когда настанет час этот, человек, надоивший молоко от своей верблюдицы и унесший его, не успеет его выпить. И когда настанет час этот, человек, обмазывающий глиной свой водоем, не успеет напоить из него своих верблюдов. И когда настанет час этот, человек, поднесший ко рту кусок пищи, не успеет съесть его руаху аль-Бухари. В этот день, также передается в хадисах, в аятах, что в этот день настанет мгновение, в которое истечет срок, отпущенный этому миру. Аллах дал какой-то срок, он закончится. И он разрушится до основания. Жизнь исчезнет в России. Жизнь исчезнет в этой жизни, в этой дуне. И все изменится. Земля начнет сотрясаться. Горы придут в движение и будут взорваны. А моря объяты пламенем. Небо расколется, солнце будет скручено. И исчезнет луна, затмится. Луна затмится, а звезды лишатся своего света. В следующее мгновение земля будет заменена другой землей. И людей поведут к месту сбора. Сахли бин Саад передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху алейху салям, сказал В судный день люди будут собраны на красноватой, белой или чисто белой земле, подобной лепешке, из просеянной белой муки. Добавил также сахль, и на ней не будет чьей-либо вехи. Раулаху аль-Бухари у муслим. Для чего это напоминание? Можно постоянно слушать, но, иншаллах, все мы в этой жизни ошибаемся, все мы слабые люди. Аллах в Коране говорит, Человек сотворен слабом. И человек нуждается в напоминаниях. Поэтому, да, Аллах, чтобы это напоминание осталось у нас в сердцах, иншаллах. Чтобы это мы постоянно, как только шайтан будет делать, чтобы в это же время Аллах дал нам возможность вспомнить о нем. Стесняться Аллаху, бояться страха, бояться этого судного дня и надеяться на прощение Всевышнего Аллаха. Итак, верующий, он живет между страхом перед Аллахом и надеждой, что Аллах его просит. Субтитры создавал DimaTorzok